Делать добрые дела просто. Вот, например, угостить друга или незнакомца кофе. Способен каждый. Наша съемочная группа приняла участие в форуме добровольцев Ямала. А там, как это было, расскажем в нашем сюжете. Алена, что ты делаешь? Макс, знаешь, однажды я услышала песню, и там были такие слова. Я добрый, но добра не сделал никому. Так вот, я хочу сделать добро. А при чем здесь бутылки? Смотри, я тебе покажу. На два дня новый Уренгой превратился в эпицентр отзывчивости. На нескольких площадках города проходит окружной добровольческий форум. Сдать вторсырье на переработку, помочь приюту бездомных животных, принести вещи и подарки для нуждающихся. Это далеко не весь список добрых поступков, которые может совершить каждый желающий новый уренгоец. Я все понял. Я с тобой. Какие операторы в импульсе молодцы? Они не выбрасывают старые батарейки. Павел, можно мы возьмем себе батарейки, чтобы сдать их на форуме? Здравствуйте. 244 батарейки в сумме получилось. Считаем, сколько это флайеров. В общем, получилось 270 баллов. Куда девается весь собранный мусор? Весь собранный мусор будет уезжать на переработку. Где ему будут давать новую жизнь? Отдельно будет пластик, отдельно будут крышки. Из крышек будут какие-то поделки делать дети, да? А из пластика будут, например, детские игрушки. Его будут перерабатывать на разные другие полезные материалы и давать вторую жизнь. Расскажите про формат мероприятия. Форум проходит в формате для горожан. То есть люди могут прийти на любую площадку города. Это КДК «Октябрь», арт-резиденция. Также это НУРМК. И приют «Подари жизнь животным». Люди могут прийти, сделать добрые дела и оставить частичку своего сердечка для нуждающихся. Здравствуйте. Что у вас за локация? Чем вы тут занимаетесь? Здравствуйте. У нас локация социальная помощь. То есть мы собираем данные вещи, потом будем их относить в такие места, где могут в дальнейшем забрать люди с необеспеченной семьи или же те, кто пострадает при пожаре. Все эти вещи, они пойдут в благое дело. Люди уже очень много принесли людей. Пять человек. Самое большое количество – это было 50 килограмм. А в общем? В общем около 100. Какая твоя функция сегодня на этом форуме? Я регистрирую все, что приносит и всех людей, которые приносят. Также на мастер-класс я записываю людей и считаю все, все, что принесли в килограммах, в количестве. Потом эту базу данных я дам нашим кураторам. Я волонтер. У меня доброе сердце. Я открытый человек, у меня много знакомств. Соответственно, вот как-то так получилось, что я пришел к этому. Вот. Я люблю помогать людям. Много ли было сегодня желающих помочь? Да, очень много. У меня по таблице все видно, все расписано. Здравствуйте. Мы бы хотели сдать подарки на помощь пожилым людям. Делать добро на самом деле просто. Еще и приятно. За каждое доброе дело участники форума получают добробаллы. Эти разноцветные флайеры не только свидетельство отзывчивости и активной жизненной позиции, но еще и валюта. Ей можно рассчитаться в Доброшопе и приобрести себе что-нибудь на память о таком классном мероприятии. К слову о мероприятиях. В рамках форума мы попали на мастер-класс по языку жестов. Надо сказать, что изучать телесную лексику непросто, но увлекательно. Это занятие однозначно стоит того, чтобы тратить на него время, не задумываясь. Конкурмы буквы – это те, которые сами на себя похожи. Как они пишут? Буква «Р». Д, О, Б, Э, О. Это была интересная съемка. Я впервые попробовал себя в роли волонтера. У меня уже был опыт, но это каждый раз приятно. А еще приятно, что мы заработали добробаллы. Пойдем доброшопиться! Мы бы хотели узнать, что у вас есть и обменять свои добробаллы. Конечно. У нас есть шапки по 70 баллов, это шоперы по 40, шарик отдельно по 30, термокружки по 60. И у вас на выбор идет либо худи за 80, либо билет на концерт. Макс, я думаю, что будет справедливее, если мы поделимся добробаллами с нашим оператором, ведь он поделился с нами батарейкой. Паш, очень добробаллы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мороз и солнце – день чудесный. Я знаю, чем заняться мне. О том, как мы, подростки, проводим свое свободное время, беспокоятся не только учителя и родители, но и государство. С сентября этого года молодежь России может получить Пушкинскую карту. Что это за карта и как ее оформить? Давайте разбираться. Меня зовут Михаил Мечев и это «Импульс Кидз». Пушкинская карта номиналом 3000 рублей позволяет приобретать билеты на культурные мероприятия по всей России. Посещать выставки, спектакли или концерты за счет государства могут россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Мне как раз 14, и я решил, что такая карта мне не помешает. В интернете легко найти инструкцию по ее оформлению. Для начала требуется создать учетную запись на портале госуслуги. После того, как учетная запись создана, ее нужно подтвердить. Для этого мы идем в многофункциональный центр «Мои документы». Масочку можете немного приспустить? Посмотрю на вас. Спасибо большое. Так, СНИЛС тоже, пожалуйста, подавайте для подтверждения потребностей. У вас найдена одна подтвержденная учетная запись, созданная по номеру телефона. Доступа нет у вас, да, к ней? Будем восстанавливать доступ. Пароль не помните? Пароль не помню. Сейчас направлю вам смс с временным паролем, пройдем к гостевому компьютеру и будем придумывать новый. Да, я забыл пароль. Но тут все предусмотрено для таких случаев. Так что подтвердить учетную запись у меня не заняло много времени. По сравнению с прошлыми годами подтверждение учетной записи стало проще? Да, сейчас подтвердить свою учетную запись на госуслугах намного проще. Если раньше необходимо было обращаться в центры обслуживания, такие как пенсионный фонд, МВД, или ждать подтверждения по почте, то сейчас это возможно сделать, если вы являетесь клиентом одного из банков, таких как Сбербанк через онлайн-приложение, Тинковбанк, ВТБ-банк или Почтобанк. Либо же обратиться к нам в МФЦ с личным визитом для подтверждения вашей учетной записи. Чтобы не стоять в живую очередь, можно ли как-то заранее записаться? Можно записаться заранее, несколькими способами. Либо вы точно так же обращаетесь к нам на стойку к администратору, и он помогает вам в терминале выбрать удобное для вас время для визита. Либо же можете зайти, находясь дома, на сайт mfcyanow.ru в раздел «Записаться на прием» и также выбрать для вас удобное время для записи. Либо позвонить на нашу горячую линию 8 800 2115, где оператор колл-центра также поможет вам записаться к нам на прием уже в назначенное время. Следующий шаг – загружаем и устанавливаем приложение «Госуслуги Культура». Заходим в систему, используя учетную запись на госуслугах. Делаем селфи, а затем подтверждаем выпуск карты. Я почти запаниковал. Если у вас возникает такая же проблема, то проверьте информацию о своей учетной записи на госуслугах. Паспортные данные, свидетельство о рождении, СНИУС. Каждая буква и запятая должны совпадать с данными, указанными в оригиналах документов. А еще операционную систему на телефоне следует обновить до последней версии. Я у городского музея. Здесь у меня уже творческая встреча с художником Анатолием Коненко. Он создает невероятные микроминиатюры. Билет оплачен пуштынской картой. И ничего не потратив, я получу новые знания. К своему стыду в городском музее я раньше не бывал. В моем представлении он был местом, где правят тишина, строгость и скука. И как же я ошибался. Жизнь под микроскопом. Так называется выставка, на которой я оказался. Талантливый художник смог создать Эйфель в башне на усике хомара. А в игольном ушке уместить целый караван верблюдов. В его коллекции много поразительных работ. Миниатюрные книги, ювелирные изделия меньше макового зернышка, картины. Оценить произведение искусства можно только с помощью увеличительного стекла. В первую очередь хочу спросить, как вы делаете то, что невозможно увидеть невооруженных глядов? Как это можно делать? Это можно делать только под микроскопом. И будет невооруженным глядом, не увидишь, а когда посмотришь какую-нибудь оптику, все четко видно. Какая ваша первая миниатюра? Самая первая – это портрет Достоевского в половинке вишневой косточки. Как вам пришла идея работать в таком жанре? В таком жанре я профессиональный художник, и поэтому хотел бы что-то создать новое, совершенно новое. А новое как его придумаешь? Поэтому я решил, что уйти в микромир и попытаться там найти гармонию, красоту и все остальное. Вот я и дошел до такого размера. На встрече мастер с удовольствием рассказывал о своем творчестве. Нашлось немало желающих пообщаться с человеком удивительного таланта. И многие, как и я, приобрели билет на мероприятие по пушкинской карте. Она дает возможности. Понимаете, ну нет денег у человека, он не пойдет на выставку из-за того, что нет денег всего лишь. А он хочет туда пойти. И поэтому я думаю, что это хорошее подспорье. Ну что, инициатива интересная. В государственном масштабе обращается внимание на учреждения культуры. Прежде всего обращается внимание юного поколения. Мы можем только приветствовать эту историю. Что ж, в музее я побывал и не пожалел. Поэтому решил узнать, на какие еще мероприятия мне откроет дверь новая карта. По каким критериям выбираются мероприятия, доступные по пушкинской карте? Мы подбираем репертуар в зависимости от возрастных рекомендаций. Так как пушкинская карта – это мероприятие от 14 до 22 лет. Соответственно, мероприятие для детского возраста, это детские спектакли, или мероприятие для старшего поколения в пушкинскую карту мы не ставим. Пытаемся найти культурные события, чтобы были максимально интересны молодому жителю Оренгоя. Были в Ваши школьные и студенческие годы подобные программы? И потом Ваш оператор во время монтажа вставит мне вот такую скупую слезу, чтобы она у меня катилась так далеко-далеко вниз. Потому что такого проекта в мою молодость, в мою бытность не было. И мы обсуждали с коллегами, которые у меня есть по всей России, что таких проектов не было никогда. Ни в советские годы, ни в ранней истории России, ни в современном мире. То есть это первый проект такого уровня, и он очень хороший. На создание учетной записи у меня ушло 15 минут. На подтверждение – полчаса. На оформление карты – 20 минут. Итого 65 минут личного времени в обмен на пропуск в мир культурных событий. Один билет на загадку мастера. Да, конечно, пожалуйста. Сегодня необычный день. Он немного волшебный. Ведь сегодня новоуренгойские ребята смогут увидеть ямальского Деда Мороза. Я – Велена Смирнова, и это – «Импульскиц». И мне уже не терпится увидеть Ямал-Ири. Велена Смирнова, и это – «Импульскиц». И кричит – «Ку-ка-ре-ку!» И сейчас мы лежим на боку. И соседи присмеяли. И вальчу уже не смели. Таково им царь дадут. Давай, порт со всех сторон. Молодец! У Ямал-Ири 28 ноября был день рождения, и я пришла к нему не с пустыми руками. Дедушка, я знаю, что у вас был день рождения 28 ноября. И я хотела вам подарить, хочу подарить вам этот подарок. Ух ты, ничего себе. Спасибо большое. С прошедшим днем рождения. Спасибо. Это тебе один. Спасибо. 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 И тебе тоже, что вступаешь в Новый год. Вас тоже. Здоровья крепкого. Командирский молодец. Удачи во всех делах. В учебе. Занимайся спортом. Меньше в телефоне сиди, побольше двигайся. Ура! Как вы успеваете побывать на всех новогодних елках? Ну, дедушка старается. Ну, вот дедушка старается. Где-то на оленях, где-то вот на волшебном треколе, где-то в мобиле. И на вертолете даже полечу. На самолете еще. А вот есть ли у вас помощники? Да, конечно, есть у меня. Со мной вот друзья мои помощники, зайчики помогают. У всех поездки. Есть ли у вас братья или сестры? У дедушки только есть внучка в ноябрьский завет. Я заеду к ней, поздравлюсь сейчас. А вот сидите ли вы в интернете или в соцсетях? Ну, конечно, дедушка блогер может. Вот, видишь, камера у него даже есть на фото. Вот. На письма отвечаю. Веду там страничку свою в инстаграме. О чем мечтает волшебник, который исполняет детские мечты? Ну, я мечтаю о том, чтобы дети радовались, улыбались. Чтобы на Новый год ни один ребенок не остался без подарков. Спасибо. Я никогда в жизни не видела ямальского деда Мороза. Решила выйти все-таки. Это меня подвигло. Я хочу выйти, ямальского деда Мороза. Не холодно вам было в такую погоду выйти на праздник? Нет, откуда нам будет холодно? Ямалыри ждем все. Все с праздником. А ваши дети знают, кто такой ямалыри? Да. Это ямальский дед Мороз. Они же меня вывели сюда, чтобы пойти танцевать. Чтобы встретить нашего самого долгожданного дедушку. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Долго ждали, наверное, да? Да. Пока дедушка ехал, холодно немножечко. Машина моя замерзла, не волшебная. Стреком. Мосты замерзли. Потихоньку ехали. Ну что, рассказывайте. Иди рассказывайте. Знаете, готовились? Я рассказала вам песню. Какую песню? Маленькая елочка, грустный на немой. И жутца елочка, взялись на немой. А что тебе дедушка подарил за елочку? Пиццов. Майоров Арсений. Где он? Майоров Арсений, где он? Майоров Арсений, отвлеклитесь. Ну что ж, Арсений, вон идет. Арсений идет. Вон идет. Поздравляем. Молодец. Поздравляем. Дед, 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 подарок. Фото на память. Мы снимали видео сначала со старшим ребенком, с Александром. А потом в процессе уже, когда делали видеоролик, решили, что нужно поучаствовать и с младшим ребенком, с Арсением. В итоге мы на конкурс отправили две работы, но младшему ребенку повезло больше. Он победил. Только победу ждали. Рады были встретиться с Дедом Морозом Ямальским? Очень, да. Очень. Тебе понравилось? Ой, не знаю, что это такое, за слово такое, но это учение о том, что смысл и цель жизни заключается в получении удовольствия. Ну, посмотрим, как справиться с новыми словами и ребята из сюжета. Всем привет! В эфире рубрика про слова, над которыми неудачно сработал Т9. Как? Типа бесплатный сон. Сон какой-то. На фасон похоже, на мусон похоже. Похоже на какой-нибудь мусон. Ветер. Когда слушаешь музыку, такой сразу... Бесплатный, свободный. Людям не скучно столько слов-то напридумывать. Сразу так хорошо, становится спокойно. Мурашки похоже аж. Да, аж мурашки похоже. Все правильно. Одно, племурашки. Во время прослушивания музыки, которая нравится, называется фрисон. Что-то глобальное. Что? Ну, может быть... У нас, если вот в фензинах какой-нибудь злой человек. Холодильник. Вот этой вот верхней части губы выпирающей, да, вот этого кончика носа. А, это в смысле... Вот эта вот, вот эта вот штука в ухе. Нет. Может быть, мочка уха. Ну, самое, знаете, непредсказываемое. Промажуток между этим. Да, это глобель называется. Может, давай к какому-нибудь мальчику иди, побрей свою глобель. А потом он мне это скажет в ответ. Ну, у меня есть друг, я его называю Денчик. Очень похоже. Как это объяснить? Так. Что это? Сумка. Ну, я не знаю, одежда, может, какая-то. Хм, может, ремень. Это пояс какой-нибудь. Ремень. Фактично. Ремня такая, ну, бляшка, или как она называется. Маленькая, ну, такая, тик, там, так, маленькая. Что-то... Что-то маленькое. А вот эта вот штучка, которая... Ну, чтобы ремень не висел. Да, держит кончик ремня. Да. Называется тренчик. Да. Что? Феномен Бадер Майнхофа. Что такое феномен? Я знаю, что это. Серьезно? Я знаю. Феномен... Зачем я смотрю научные передачи, если я ничего не запоминаю? Это феномен какого-то там человека. Так, это не он. А у меня нормальных встречается. Глюк, короче, словил, по-моему. А какое-нибудь расстройство? Пытаешь как-то придумывать, понимать, что это. Так, ну, это что-то иностранное. Вот прям вот в мозгу есть, но я прям не могу вспомнить. Ты долго об этом думаешь, задумываешься, рассматриваешься, узнаешь больше о нем. Он начинает часто об этом думать, часто это видеть. Да, да. Кажется ему, что это везде преследует его. Я не знаю, что я тебе и сказала. Ну, феномен. Да. Я вот этот вот теперь Бадер Майнхоф буду везде, он мне попадется. Вот прям везде все будут об этом говорить. Молодец, все, закончили. Стой. Стой. И это была рубрика про слова, которые появились, потыков по клавиатуре. Субтитры сделал DimaTorzok